Итак, следующие пакетики пойдут буквы М, Н и О, что росло у меня. Итак, известный уже давно в моем выращивании это Мазарини. Дальше, Малиновка, Германия, не слишком крупный, но вкусный и достаточно плодовитый. Это не только мамина любовь, это моя любовь. Плоско-округлый, красный, большое количество, вкусный. До самого-самого последнего держится, сколько плодоносят томаты, столько он и произрастает. То есть в прошлом году это практически до начала октября, но у нас сезон заканчивается рано. В этом году раньше, значительно раньше он закончился, но очень-очень хорош. Мамина любовь. Так, прекрасного, красивого вида, прекрасного вкуса мамонт немецкий золотой. Замечательный. Немного присборенный, не ребристый, но такой трюфельного вида, немножечко присобранный, присборенный. Это Матрена. Замечательный. Есть алые свечи, в этом году они не выращивались. Эти медовые свечи, лимонные, лимонно-желтого такого цвета, вкусные. Опять же, видим, что семян большая пачечка. Это мечты, мечта Алисы. Очень вкусный, очень красивый томат. Ну, говорю о том, что нравятся вот такие трюфельного вида, присборенные, ребристые и всякие разные, негладкие томаты. И вот перед вами мешочек счастья. Очень, очень понравившийся Мидас. Похож и на алые кисти, и на медовые, ой, на алые свечи, и на медовые свечи. Этот оранжевый, такой тоже свечковидный томат. Очень вкусный и достаточно обильный. Мишка косолапый, который очень понравился в прошлом году. В этом году он также не огорчил, хотя томатов было, ну, у нас мало было томатов, надо сказать. Сезон не задался у нас абсолютно, но Мишка косолапый был неплох. Для засолок и всякого разного, другого использования, морхотская кисть. Тоже хорош. Одно растение было, мохнатого кейта. Очень красив и в рассаде, и в таком виде, когда, в зеленом виде, когда можно полюбоваться листиками и плоды, мохнатенькие на самом деле. И в этом году буквально, не знаю, два, наверное, кустика было. Плодов брали немного на семена. Это мясистый, сахаристый, понравившийся в прошлом году. Сердцевидный томат, такой не слишком крупный, но весьма-весьма хороший и вкусный. Так, это, это. В прошлом году выращивался бравый полковник. В этом году Наталья подарила вот такого настоящего полковника. Неплохой. Понравился и по вкусу, и по внешнему виду. Вот такой нижегородский кудяблик. Низкорослые, некрупные томаты желтого цвета. Но ими, ну, если уж не улеплено, то достаточно много их было на кустиках. И вот этот партнеровский, сортовой, Нина. Ребристый. Не всегда хороший у меня получается, потому что растет уже не первый год. Но, тем не менее, неплохой. Так. Из следующей буквы. Это аксаканская драгоценность, бикалорный томат. Красивый, вкусный. Это то, что произвело, ну, огромное, неизгладимое впечатление. Оранжевая немецкая клубника. Это еще краше, еще красивее и еще вкуснее. Внешний вид этого томата, это потрясающий. Оранжевый из России. И в прошлом году понравился. В этом году рос всего один кустик. Ну, и на семена там брали всего несколько, ну, не знаю, может быть, парочку томатов. Ослинные уши. Хороший, замечательный. Я люблю такие кистевые томаты, такие перцевидно удлиненные, вкусные. Ну, будем переходить к следующим.